Здравствуйте! Программа «Собственной персоной» в эфире. И сегодня в гостях в нашей студии руководитель многофункционального центра по оказанию государственных и муниципальных услуг в Тагилстроевском районе Николай Лаптев. Здравствуйте, дорогие зрители канала Тагил ТВ. Николай Александрович, начнем беседу. До вас у нас были в гостях уже руководители подобных центров и в Ленинском районе, и в Дзержинском. Вы руководите центром в Тагилстроевском районе. Пока, насколько мы знаем, нет какого-то здания, стационарного центра, который бы принимал посетители в Нижнем Тагиле. Но зато работают мобильные передвижные пункты многофункционального центра. Расскажите, что они из себя представляют и где они работают? Мобильный центр оказания муниципальных и государственных услуг работает с августа 2013 года на базе автомобиля Ford Transit. Он оказывает услуги пока, к сожалению, в ограниченном количестве, но тем не менее мы работаем согласно утвержденных графиков, которые постоянно меняются, в зависимости от того, где наши услуги наиболее востребованы. Поэтому мы работаем следующим образом. Что из себя представляет данный мобильный офис? В нем два рабочих места, то есть мы можем одновременно принимать двух посетителей, оказывать услуги, которые согласованы. В основном мы, конечно, сегодня оказываем консультации. Почему? Я скажу чуть попозже, когда уже расскажу непосредственно о работе нашего мобильного офиса. Как я уже сказал, существует график работы, и он выглядит следующим образом. Первую неделю каждого месяца мы работаем на отдаленной территории города Нижний Тагил. Это поселок Уралец, Весима-Уткинск, Серебрянка и Покровская-1. Значит, мы четко в указанное время туда приезжаем, значит, и подключаемся к тем точкам подключения, которые согласованы, потому что для работы мобильного офиса нужна электроэнергия. Я бы хотел сказать большое спасибо, значит, тем, кто оказывает нам помощь в указании данных услуг. Тем не менее, скажем так, вторую неделю месяца мы работаем в Тагистровском районе. Это район ГГМ. Значит, наша мастерна стоит напротив детской поликлиники по улице Тагистровская-4. Третью неделю мы работаем в Ленинском районе, это поселок Старатель, улица Гагарина, 5, напротив продовольственного магазина. И четвертая неделя это Тагистровский район, рядом с администрацией Тагистровского района, напротив ЗАГСа, улица Гвардейская, 26. Значит, и, соответственно, мы всегда рады видеть граждан, которые хотели бы получить консультации и получить какие-то реальные услуги, которые мы сегодня способны оказывать, поэтому мы всегда ждем вас. Пожалуйста, будьте любезны, обращайтесь к нам, и мы готовы принять то количество обращений, которое будет, то есть пришло 100 человек, мы 100 примем, то есть будем работать, допустим, даже больше времени, которое у нас есть по графику. То есть все зависит от того, сколько к нам приходит людей. Вот вкратце по тому, как работает мобильный ФЦ. Значит, конечно же, есть определенная динамика, которую мы постоянно отслеживаем. И вот то, что на сегодняшний день люди уже знают конкретно, где мы стоим, то есть они начинают привыкать и обращаются к нам гораздо больше. Ну, в качестве примера можно произвести следующее. Если за первое полугодие этого года, 2014, к нам обратилось порядка 450 граждан за консультациями, за услугами, то в июле этого года, то есть уже больше 100 человек нам пришло, поэтому динамика положительная. Я думаю, что чем больше людей будет знать о том, где мы работаем, где мы стоим, что мы делаем и так далее, соответственно, больше людей будут обращаться. И, конечно же, в этом смысле ваше содействие было бы очень нам полезно для нашей работы. Но кто еще не знаком с работой центра, может быть, сейчас не услышал, не успел записать, где вот там можно посмотреть вот это расписание работы мобильного пункта, чтобы прийти уже к определенному времени на каком-то сайте, либо еще где-то в администрации, может быть, узнать районной? Значит, мы постоянно, когда каждый раз в месяц мы график согласовываем, допустим, накануне. Вот, допустим, сейчас мы согласовали график на август месяц, и он будет размещен на официальном сайте МФЦ в городе Екатеринбурге. На всю область есть информация. Далее мы эти графики уже отправили сюда, в администрацию города Нижний Тагил. Он также должен быть опубликован, значит, и в Тагильском рабочем, и, наверное, в других изданиях, соответственно, которые являются муниципальными, соответственно, и на сайте города Нижнего Тагила он тоже должен быть опубликован. Но также эта информация есть в администрации Тагилестровского района. Он тоже ее размещает и, значит, доводит до своих, скажем так, структур, которые работают непосредственно на территории данного района. Расскажите поподробнее, какие именно услуги оказывает мобильный пункт. Пока они полный перечень, но все же какие основные, по каким направлениям? К сожалению, на сегодняшний день мой полный перечень услуг, которые должны оказываться в МФЦ, мы оказывать не можем, потому что есть проблемы определенные, с чем они связаны. Скажем так, у нас, наверное, всегда такая проблема имеет место быть. Сначала мы сделаем, а потом начинаем думать. Для того, чтобы мобильный МФЦ работал в полном объеме, естественно, нужно было предусмотреть возможность, значит, наличие в нем закрытых каналов связи, интернета и так далее. То есть сегодня, скажем так, у нас такой возможности нет, потому что мы в основном, имея вот те технические возможности, которые у нас сегодня есть, мы в основном можем только оказывать консультации граждан по любому вопросу, то есть и юридически, и связанные с оформлением движимости, с любым вопросом, то, что входит в перечень услуг, которые оказывает МФЦ. Но, тем не менее, на сегодняшний день мы такой технической возможности не имеем. И, к сожалению, мы сегодня не можем оказывать самые востребованные услуги. Это, прежде всего, регистрация прав, это, значит, федеральная регистрационная служба, рекпалата. Мы не можем оказывать услуги кадастровой палаты, выписки, значит, из различной информации и так далее. Потому что, и также мы не можем оказывать услуги муниципальные, потому что у нас нет такой технической возможности. Такая возможность, конечно, есть у наших уже открытых, значит, стационарных, значит, в центрах, это на Вагонке и, значит, здесь, в Ленинском районе, значит, на Космонавтов 45. Ну, естественно, когда люди к нам обращаются, по тем услугам, которые мы не можем оказать, мы, соответственно, их консультируем, где эту услугу можно получить, и направляем уже в действующие центры, которые стационарно работают, где такая возможность есть. Но, тем не менее, мы сегодня многие услуги оказывать можно. Это, прежде всего, конечно же, изготовление ОЭК, это универсальная электронная карта, которая сегодня достаточно интенсивно внедряется в нашу реальную жизнь. Кроме того, мы изготавливаем паспорта, ну, берем пакеты документов на изготовление загранпаспортов. Также мы можем оказывать услуги, связанные с налоговой службой, это регистрация частных предпринимателей и так далее, и так далее. То есть спектр услуг, он достаточно широк, и это нужно будет долго читать и озвучивать. В принципе, информация о тех услугах, которые мы оказываем, она есть. То есть в нашем мобильном офисе перечень услуг, которые мы оказывать можем, он есть. И в большом количестве экземпляров, то есть мы людям, которые к нам обращаются, этот перечень постоянно даем, мы даем также информацию, что такое, допустим, универсальная электронная карта и так далее. То есть полный спектр таких услуг, консультаций мы, конечно же, оказываем. Но тем не менее, то, что сегодня до сих пор не открыт стационарный офис на улице Металлога 46-Б, это, конечно же, очень серьезная проблема. Почему? Значит, само здание, как таковое, было передано МФЦ еще в 2013 году. Сначала планировалось, что он будет, офис открыт в конце 2013 года. Затем следующая дата была, это апрель 2014 года. Следующая дата была, значит, ремонтная работа должны были начаться 15 июля этого года. То есть уже, но тем не менее, работы не начались, потому что был объявлен аукцион, который состоялся. К сожалению, значит, подрядчики, которые участвовали в аукционе между собой, видимо, договориться не смогли, или каким-то образом, какие-то были противоречия, значит, один из подрядчиков потенциальных, кто должен был ремонтировать данное здание, значит, подали в федеральную антимонопольную службу. Соответственно, значит, было принято решение, аукцион, к сожалению, не состоялся. Сейчас ведется, насколько я знаю, в нашем головном офисе МФЦ, ведется подготовка, значит, документации к очередному аукциону. Но последствия, они, конечно, не очень, скажем так, хороши, потому что новый аукцион – это как минимум два месяца. И если все правильно, так сказать, чисто хронологически продумать, посчитать, то наш офис Металлога 46Б будет открыт не ранее ноября-декабря 2014 года. То есть, по-любому, так, есть закон, согласно которому мы действуем, мы, опять-таки, как минимум на два месяца уйдем с началом ремонтных работ в данном филиале. Конечно, это не есть хорошо, по одной простой причине, что услуги, которые сегодня может оказывать МФЦ, в том числе и на территории Тагестеринского района, это самый большой район по населению нашего города. То есть, люди обращаются сегодня, допустим, в огромные очереди, это и в Сдержинке, и в Ленинском районе наших филиалов. И, соответственно, это, опять-таки, неудобство для граждан, потому что цель-то была создание ФЦ, простая и очень важная. Дело в том, что именно это с одной стороны нужно было уйдеть очередей, чтобы люди не бегали по разным местам и так далее, чтобы они пришли и быстро оказали услугу. То есть, есть регламент, который прописывает, сколько времени должно быть потрачено на одного человека. И поэтому сегодня, скажем так, исходя из того, что спрос на услуги очень большой, соответственно, есть проблемы с тем, что, опять-таки, есть очереди, и люди, конечно же, недовольны. И, соответственно, то, что откладывается запуск Тагистровского филиала в очередной раз, уже в третий раз, это, конечно, негативно отражается в целом на деятельности многофункционального центра. То есть, ну, к сожалению, решение этого вопроса – это не мой уровень. Я занимаюсь тем, чем я должен заниматься. Но пока многофункциональные центры, ведь принимают жители вне зависимости от прописки, да? В Ленинский центр может приехать житель Гальянки, Рудника, также Дзержинского района. Естественно, конечно, да. То есть, здесь никаких, как бы, географических рамок нет абсолютно. То есть, дело-то в другом абсолютно. То есть, если бы работал сегодня Тагистровский филиал на полной мощности, соответственно, люди, которые сегодня обращаются, например, в Ленинский филиал или в Дзержинский, они бы, то есть, живущие на территории Тагистровского района, они бы обращались, естественно, сюда. И, скажем так, это был бы большой плюс. То есть, возможность, значит, приема граждан увеличилась бы резко, потому что, как бы это ни было, хотя я об этом уже говорил, меня там в свое время вызвало небольшое удивление. Тагистровский район – это самый большой по населению, но количество окон в Тагистровском филиале будет самое меньшее. Но, опять-таки, по причинам, не от меня зависящим, допустим, на территории Тагистровского филиала будет работать 20 окон, на территории Ленинского района 27 и на территории Дзержинского района там работает 24 окна. То есть, у нас 20 окон будет работать, но, тем не менее, помещение, как таковое, которое мы получили, значит, было нам передано еще в прошлом году, общая площадь 524 квадратных метра. Сегодня есть уже проект реконструкции и ремонт этого здания. Соответственно, оно будет, я думаю, сделано суперсовременно, и людям будет, когда мы закончим ремонт, когда филиал будет открыт, то люди с большим удовольствием будут туда приходить, потому что будет это комфортно, удобно. Ну, во всех центрах очень удобная, комфортная обстановка для посетителей. Когда откроется стационарный МФЦ в Тагистровском районе, не прекратят ли свою работу мобильные пункты? Потому что очень много сельских территорий, присоединенных к Нижнему Тагилу, и там тоже люди нуждаются в получении услуг. Вы знаете, независимо от того, когда откроется стационарный филиал на метрогов 46Б, Тагистровский стационарный филиал, мобильный офис будет по-прежнему работать, как работал, так и работает. То есть, согласно утвержденных графиков, и, соответственно, мы готовы, как я уже повторюсь, просто мы готовы к приему всех желающих, кто жалобы получить у нас консультации по любым вопросам, и, соответственно, услуги муниципальные и государственные, областные, которые мы сегодня реально можем делать, потому что, как я уже сказал, наши технические возможности на сегодняшний день ограничены. Но то, что мы можем делать, мы готовы и будем делать это дальше. Спасибо, Николай Александрович. Мы прервемся на пару минут рекламы, после чего продолжим беседу. Не переключайтесь. Программа «Собственная персоной» в эфире. Я напоминаю для тех, кто только к нам присоединился. Сегодня гость нашей студии, руководитель многофункционального центра в Тагилстроевском районе Николай Александрович Лаптев. И мы продолжаем беседу. Николай Александрович, до рекламного блока Вы рассказали о том, что ждете открытие многофункционального центра в Тагилстроевском районе. Это состоится где-то в ноябре месяце. Давайте о кадрах поговорим. Кто сейчас работает в мобильных центрах, кто будет работать в стационарном. Все-таки люди должны обладать очень большими знаниями, поскольку Вы рассказали, какой спектр услуг уже оказываете, какой впереди будете оказывать, чтобы быть очень подкованным. На данный момент штат нашего центра, Тагилстроевского филиала, это только штат мобильного ФЦ. В нем работает скромное количество людей, маленькое, всего 5 человек. Это начальник Тагилстроевского филиала, в моем лице, три специалиста, один главный специалист и два ведущих, которые занимаются непосредственно оказанием услуг, то есть они выезжают на территории и работают, соответственно, на местах. И также водитель. Согласно тех требований, которые выдвигались изначально при наборе кадров в МФЦ в Екатеринбурге, то есть требование было главное, и одно это наличие высшего образования. Конечно же, мы анализируем те резюме, которые к нам приходят, соответственно, смотрим, где люди работали, чем занимались и так далее. Конечно же, предпочтение отдается тем людям, которые имели и имеют опыт работы определенный, связанный с оказанием услуг, допустим, те люди, которые работали в госструктурах, в муниципальных структурах и так далее. Ну, соответственно, таких людей подобрать, конечно, практически невозможно, потому что все работают, и те, у кого есть опыт работы определенный, они стараются уже работать там, где работают, но тем не менее, значит, мы набор людей и подбор кадров постоянно ведем, допустим, ко мне поступает постоянно резюме, я, скажем так, досье определенное формирую, то есть обращений очень много от жителей, соответственно, когда будет утверждено штатное расписание по нашему филиалу, мы уже будем с каждым встречаться, с каждым будем беседовать, и какие-то определенные решения будем принимать, значит, и согласовать их с нашим руководством офицера Екатеринбурга и, значит, здесь с руководством, значит, Тагистровского района, чтобы у нас была, как бы, единая, значит, точка зрения по этому вопросу, кого на работу принимать, потому что вопрос очень серьезный, и нужны, на самом деле, высоко квалифицированные, подготовленные кадры для того, чтобы оказывать данные услуги в полном объеме. Ну, и, естественно, я бы хотел обратиться, значит, к зрителям нашей сегодняшней программы, значит, пожалуйста, кто желал бы обратиться к нам по поводу будущего трудоустройства, вы можете отправить свое резюме на электронный адрес mfc15sobaka.yandex.ru и, соответственно, когда ваше резюме к нам поступит, мы будем изучать, смотреть, и при необходимости будем вызывать вас, когда уже начнется формирование штата нашего филиала, будем приглашать вас на беседу и, соответственно, принимать уже дальнейшие решения. Но, тем не менее, значит, повторяю еще раз, кто желает в будущем у нас трудиться, пожалуйста, мы готовы с вами сотрудничать, работать и, значит, соответственно, потом уже какие-то определенные решения принимать по дальнейшему вашему трудоустройству, кто пожелает у нас работать. Конечно, естественно, если человек прислал нам резюме, это не означает, что он будет принят на работу, потому что это, на самом деле, серьезная, сложная работа, и, конечно, мы будем отдавать предпочтение тем людям, которые имеют определенный опыт работы, значит, ну и, соответственно, главное требование – это наличие высшего образования. Ну, наверное, еще доброжелательность, Николай Александрович, потому что ведь это постоянная работа с людьми. Приходят пожилые люди, нужно объяснять. Наши же люди привыкли, что им где-то могут нахамить, нагрубить. То есть должен быть, наверное, такой корректный, вежливый, доброжелательный сотрудник, да, вашей службы? Ну, естественно, конечно, кроме того, что наличие высшего образования, это, прежде всего, коммуникабельность людей, то есть умение общаться с людьми, умение разговаривать, умение, скажем так, на самом деле, какие-то эмоции свои вызванные. Ну, с людьми не просто работать, и люди бывают разные, поэтому просто, скажем так, умение свои эмоции, значит, оставлять при себе, делать всегда приветливое лицо, чтобы люди уходили от нас, пообщавшись с нами довольными, получившими, скажем так, не только услуга как таковую, но еще и возможность нормально пообщаться и получить еще и моральное удовлетворение от общения с теми людьми, которые работают сегодня в наших филиалах и будут работать в будущем в Тагистровском филиале МФЦ. Ну, вот в сельских населенных пунктах расскажите, насколько востребована вот эта услуга мобильного МФЦ, все-таки вот жителям отдаленных пунктов, сам Бог велел, наверное, чтобы не ехать за несколько километров. Значит, мы попытались подключить мобильный интернет к нашему мобильному офису, то есть мы приобрели модем, но, к сожалению, значит, он не позволяет технологически и технически, значит, оказывать, ну, полный доступ к интернету, то есть он то есть, то нет, то есть каналы связи через модем, они очень неустойчивые, поэтому, соответственно, опять-таки, данная проблема таким образом нам не удалось решить. То есть, в принципе, даже поставив, значит, мобильный интернет, мы не можем сегодня оказывать, опять-таки, из-за технологических причин, услуги в полном объеме. Я так думаю, что для того, чтобы мобильный МФЦ работал, значит, на полную мощность, то, наверное, одним из решений будет это приобретение и установка на нем, значит, спутниковый интернет, который позволит, наверное, на этом на 100% не уверен, но попробовать, конечно, это можно, чтобы, на самом деле, иметь доступ уже к устойчивому, нормальному интернету, чтобы можно было оказывать более широкий комплект услуг. Но, тем не менее, вот сама идея того, что мобильный МФЦ должен работать на удаленных территориях и оказывать услуги, значит, тем гражданам, чтобы они не ездили, по принципу, опять-таки, шаговой доступности, о котором всегда говорится. Мы сегодня не можем, но будем пытаться эти вопросы решать. И я думаю, что в конечном итоге, значит, благодаря совместными усилиями, значит, нашими желаниями и помощи со стороны нашего руководства в Екатеринбурге МФЦ, мы эти проблемы, наверное, будем решать и в конечном итоге решим. Но все-таки, вот та цель, которая ставилась перед мобильным МФЦ, изначально, сама идея на сегодня, к сожалению, в полном объеме не может быть реализована. Ну, не беда, ведь только вообще начали функционировать не так давно. Да, эти центры и в Нижнем Тагиле, может быть, в других городах России они дольше существуют. Поэтому, наверное, служба будет все-таки развиваться в перспективе. Может быть, какой-то опыт у других городов берете, как там работают эти центры. Вообще, в перспективе, как видите развитие этой службы? Да, конечно, жизнь нечет, она изменяется, и, соответственно, какие-то коррективы в работу, в том числе и мобильные МФЦ, будут носиться. И, кстати говоря, я общался, значит, с руководством, значит, Каменьского-Уральского филиала. У них есть точно такой же, значит, мобильный офис, и, в принципе, проблемы одни и те же. Я думаю, что совместными усилиями всех, скажем так, людей, которые в этом вопросе завязаны, мы все-таки, наверное, в конечном итоге данный вопрос решим, и, значит, в том числе и мобильные ФЦ будут оказывать услуги те, которые прописаны, которые на самом деле должны реально оказываться. Ну, а развитие стационарных многофункциональных центров? Вот в Тагистровском районе все равно скоро открывается, все равно у вас есть какое-то видение его работы, его дальнейшего развития. Буквально несколько месяцев осталось до открытия. Ну, вы знаете, что касается работы, неважно, это Тагистровский филиал, Ленинский или Дзержинский, или филиал в любом другом городе, в принципе, наша работа, она регламентирована. То есть, есть определенный перечень услуг, есть, значит, прописанные, значит, регламенты, технические, техкарты и так далее, оказание этих услуг. Мы четко работаем в рамках, значит, тех законов, тех регламентов, значит, которые прописаны. И, соответственно, значит, наша задача главная, на мой взгляд, это качественно, быстро оказывать услуги, чтобы люди, значит, не нервничали, не стояли в очередях, чтобы, на самом деле, не получали удовольствие. И самый главный результат от нашей работы, чтобы они уходили, значит, обратившись к нам удовлетворенными. Это, на мой взгляд, наша самая главная задача, с которой сегодня уже филиалы, которые работают, успешно справляются. И думаю, что те задачи, которые стоят непосредственно перед Тагестерольским филиалом, мы также с момента его открытия будем также решать. Соответственно, перед началом, значит, где-то примерно за месяц до открытия филиала, когда уже будет понятно, когда будут завершены, будут завершаться ремонтные работы, значит, за месяц до начала действий, деятельности филиала уже будут, будет набираться штат сотрудников в полном объеме, согласно штатному расписанию. И затем уже в течение, значит, месяца будет проходить учеба тех людей, которых мы примем, значит, и на базе областного МФЦ Екатеринбурга, и, значит, на базе наших местных органов федеральной власти, структур, то есть это и кадастровая палать, и в рек палате, и в налоговой, то есть везде будут проходиться вот такие определенные, значит, курсы обучения, то есть мы эти все вопросы уже отрабатывали, потому что такое обучение уже проходили наши сотрудники Ленинского и Дзержинского района, в принципе, все уже отработано, и думаю, что с этой задачей подготовки кадров к нормальной работе мы успешно справимся, и на момент открытия люди уже будут готовы работать в полном объеме и оказывать те услуги, которые мы должны оказывать. Хорошо, спасибо вам за беседу, Николай Александрович, обязательно сообщите и нашей телекомпании, когда многофункциональный центр в Тагастровском районе будет открываться, обязательно мы тоже осветим это событие. Естественно, конечно, это будет освещено, естественно, потому что это событие нередового характера, открытие филиала очередного на территории города Нижний Тагил, соответственно, об этом будет сообщено, но я думаю, что мы еще не раз повстречаемся, еще и до открытия возможно возникают всякие вопросы и я хотел бы сказать спасибо всем телезрителям нашего канала и соответственно вам спасибо за то, что вы задали очень такие интересующие и злободневные вопросы, которые сегодня имеют место быть. Спасибо за общение, всего доброго и соответственно мы ждем людей, ждем обращений, кто бы желал работать в нашем будущем филиале, ну и ждем людей, граждан, которые хотели бы обратиться за услугами и консультациями в мобильном ФЦ, согласно действующего графика нашей работы. Спасибо. Спасибо, Николай Александрович, удачи вам в вашей нелегкой службе, ну а мы с вами прощаемся, всего доброго. субтитры подогнал «Симон»! Субтитры подогнал «Симон»! Субтитры подогнал «Симон»!